Еще раз представлю Зубчевский Антон, мой коллега Евгений Соловьев, мы основатели компании цифровые инструменты для бизнеса и сегодня, как говорится, расскажем вам про кейс, как мы идем к мечте о цифровом двойнике. Так, кейс мы рассмотрим на примере компании КЦ Медобор, которая является крупнейшим кондитерским производителем в Крыму, имеет сеть своих предприятий, франшизов, также поставляет продукцию в различные супермаркеты. Мы являемся технологическим партнером компании КЦ Медобор. Изначально инициатором проектов был генеральный директор, главный бухгалтер и IT-директор. И все хотелки там были перечислены, но все, по сути, сводилось к тому, что у нас есть, в принципе, программа, на которой долго работаем, и давайте перепишем все просто на новую платформу. Но, изучав все требования, мы решили сделать план мечты и сделать цифровой двойник компании. Короткий вопрос. Кто из вас когда-то сталкивался с таким определением цифровой двойник? Отлично. То есть основная идея была в том, чтобы все процессы, которые проходят на предприятии и те, которые отражаются в программе, полностью были идентичны. Это бы позволило, во-первых, моделировать любые изменения, как поведет себя компания в разных условиях, на разных территориях. И самое главное, накапливать экспертизу, чтобы не быть заложником экспертов, которые есть на предприятии. Экспертиза, как уже на многих докладах говорилось, человек может уйти, может прийти, а передача экспертизы достаточно важна. В итоге мы собрали полностью все требования, которые включают стандартные разделы учета. В итоге мы решили, что наш цифровой двойник должен основываться так, что в середине будет ERP, которая полностью закроет все внутренние потребности предприятия. Но точно так же мы понимали, что для внешних клиентов нужны удобные онлайн-решения, поэтому это было реализовано с точки зрения внешних онлайн-сервисов. Коротко остановлюсь в чем… ну, основные разделы учета, которые нужно было… ну, учета управления, которые нужно было автоматизировать, такие как продажи, закупки, управление персоналом, различные отчетности, в принципе, достаточно замечательно укладывались в типовой функционал ERP, и позволяли сделать это просто настройкой, небольшими доработками программы. Но самое сложное – это автоматизация производства. Вот сюда можно, кстати, добавить предыдущий слайд из прошлой презентации. Там вот все с этим всем нам пришлось столкнуться. Но в основном это очень короткий срок производства продукции, то есть мы не можем замораживать большую часть продукции, и получается, что… а, и срок изготовления этой продукции точно тоже достаточно большой. Получается, что мы заранее пытаемся произвести и угадать то, что купят наши клиенты, чтобы минимизировать эти затраты. Вот так выглядела карта запуска, то есть первый запуск после моделирования состоялся через 8 месяцев. Вот, это был провал, мы проработали там буквально пару дней, но с другой стороны, это был очень интересный кейс, потому что на этом этапе вылезли все то, что было скрыто, и все то, что люди осознанно или неосознанно там сказали, при интервью не сказали и так далее. Дальше я чуть-чуть коснусь этого. Второй запуск был через 2 месяца, мы учли уже все эти пожелания, все заработало, но недолго. Мы не справились с пиковыми нагрузками, которые возникали и оказались тоже критичными. Ну и третий запуск был еще через 2 месяца, он был успешным, предприятие сразу с семерки перешло на 11 ERP, причем сделано это было сразу на всем предприятии, а не отдельными блоками учета, но все равно это был до конца еще не совсем план мечты. Основные ошибки, которые мы совершили, на которые действительно нужно обращать внимание. Первое, это экономия на оборудовании. Не буду останавливаться, очень важно вдаваться в детали того, что работает, несмотря на то, на чем работаем, несмотря на то, что характеристики зачастую даже превышают средние и максимальные требования. Второе, мы не учитывали опыт линейного персонала, то есть на моделировании мы в основном работали с управленцами, работали с директором производства, начальниками цехов. И люди на моделировании зачастую говорили то, как должно быть, а не как это происходит на самом деле. Соответственно, многие те нюансы, которые возникают в процессе, были упущены. И причем очень важно наблюдать именно, не просто слушать, что люди говорят, а наблюдать, как они это делают, потому что многие что-то там не говорят или не делают, даже не осозревают. Антон, буквально одну минутку. Я сейчас вспоминаю выступление Евгении Краматеевой на Retail настоящего, вот то, что вот Gizmart у нас сейчас только что выступала. И там рассказывали о одном маленьком кейсе, когда сделали какую-то крутую доработку, и в этот момент айтишники попали, у них там есть периоды, когда они работают в магазине. И они эту вещь проработали на себе в магазине и забрали эту доработку на доделывание. То есть как бы на своей шкуре прочувствовали, что нет, так не работает. И вот это всегда очень круто, когда ты видишь конкретный опыт. Конечно, интересно будет, если вы станете и будете шинковать чего-нибудь. Ну, мы делали это, мы варили там сироп, мешали крем, но наша ошибка была, что это мы делали в офисе или в каком-то там таком экспериментальном цехе, а когда пришли на производство и поняли, что ты уже так не станешь, тут кнопочку нажать сложнее. В оборудовании. В оборудовании, да, вот так вот. Это оказалось намного труднее, чем кажется за экраном монитора. Следующее, это мы считали, что наши процессы самые правильные. То есть предприятие достаточно долго работало на, по сути, самописной системе, которую модернизировало очень долго и учитывало достаточно большой опыт. И все привыкли работать в определенных процессах, и в принципе они работали достаточно качественно. Но не было, в ряде этапов не было жестких ограничений. Ну, например, как отрицательные остатки, такие как сначала выпусти, потом отгрузи, ну и так далее. И когда мы запустили жесткие ограничения, потому что все операции должны точно соответствовать, ну, соответственно, мы увидели огромное количество слепых зон, которые не было видно, и точек роста, которые позволили еще больше усовершенствовать и улучшить те процессы, которые сложились на предприятии десятилетиями. Интересный пункт. Автоматизация только для бухгалтерии. Вот. Это мы слышали очень часто. И очень важна мотивация людей, которые работают за программным продуктом. Потому что мы, наверное, полгода боролись с вот этой установкой, что автоматизации все программы нужны только бухгалтерии для того, чтобы что-то посчитать, там, рассчитать рентабельность, сделать какие-то отчеты и так далее. Важно показать людям, как программа улучшает их работу, позволяет делать ее проще, быстрее, совершать меньше ошибок, ну, или вообще их не совершать. И ответственность за успех только на команде внедрения. Это вот если мы вспомним слайд с этапами. Вот. Второй запуск, где все работало недолго, здесь было примерно так, что мы запускаемся, говорим, сейчас у нас все получится, а рядом стоит... А когда уходим, руководитель подразделения говорит, ничего, сейчас они еще чуть-чуть помучаются, и откатимся обратно, будем работать, как работали. Поэтому очень важно заручиться поддержкой на каждом этапе в каждом подразделении. Вот. А, немножко еще хотел коснуться про интерфейс. Тоже нужно понимать, что интерфейс 1С не очень дружелюбный для пользователей, которые никогда 1С не видели. Вот. И мы пошли от того, что любые действия должны быть понятны и совершаться буквально в пару кликов, не открывая куча окон. Так родились армы для каждого этапа производства, то есть там для различных цехов. Все вот, вся работа собрана, в принципе, в одно окно. Вот. И... Да, там. Мы тоже с этого долго смеялись, но так надо, чтобы произвести меланж. Вот. И причем все эти армы были сделаны так, чтобы не поменять типовые функционалы ERP. В итоге схема работы выглядела следующим образом. В центре ERP, которая закрывает полностью все сферы учета. Ну, склад использует торговое оборудование. Без бухгалтерии и зупа для налогового учета никуда не деться. И осталась внешняя система сервисов работы с клиентами, которая на этом этапе перешла, ну, с прошлой модели работы. И дальше я передам микрофон коллеге. Вторая часть кейса закрывает взаимоотношения с клиентами. Я хочу напомнить, что у компании, у кондитерского цеха, спасибо, более 80 точек, часть из них свои, часть из них работают по франшизе, то есть это абсолютно чужие предприятия. Ну, вот. И распределены территориально. Поэтому стояла задача, а, кроме этого, естественно, скоропортическая продукция с ограниченным сроком хранения и коротким производством. Соответственно, стратегически важно, чтобы все заказы, заявки поступали максимально быстро, практически в реальном режиме времени. Вот. Тут, наверное, давайте немножко разомнёмся, буквально коротко. Кто как принимает вообще заявку? Вы себя что-нибудь продаёте с твоим точком или по контрактам? Кто принимает по телефону? Кто принимает заявки на поставку с помощью каких-то внутренних онлайн решений своих? Насколько этот процесс оцифрован? Вот. Уже хорошо, замечательно. Но, опять же, не у всех. Поэтому продолжаем. Да. В общем, на момент начала работы по этому направлению у клиентов был свой простенький портальчик, который позволял, в принципе, собирать, но не более заказы на поставки. Вот. Поэтому… Да, мы начали, естественно, со сбора требований. Вот. И наша главная задача была, чтобы те компании, наши партнёры, которые заказывают продукцию, во-первых, чувствовали себя комфортно, да, то есть для этого мы подумали, что стандартные современные интерфейсы интернет-магазинов прекрасно подойдут. Вот. Вот. А для поставщика набралось довольно много хотелок. Например, мы хотели гибко работать с пресс-листами, делать индивидуальные маркетинговые компании, причём делать это быстро, например, избавляться от перепроизводства. Вот. И хотели, собственно, использовать решение, которое планировалось на тот момент, для коммуникации. То есть, чтобы можно было передавать какую-то оперативную информацию прямо внутри этого решения. Вот. По итогу, после внедрения, так родился, собственно, Tools for Biz Market. Вот. Мы реализовали, собственно, весь функционал, и что самое главное, если посмотрим на предыдущий, изначальный, по сути… О, не в ту сторону. И… Ладно. Тем не менее. Изначально людей, которые пользуются первоначальным портальщиком, было не более 20%. Мы полагались на… Ну, наш клиент полагался на торговых представителей. В итоге, после внедрения, ситуация изменилась. И большая часть партнёров стали пользоваться именно порталом. То есть, и давали положительную обратную связь. Вот. Ну да. Практически. Вот. Собственно, можно предыдущий с ним включить. Вот. После внедрения важно понимать, что часто вот задаётся вопрос, что делать с торговыми, если вдруг всё автоматизируется. Они никуда не делись, мы перепрофилировали их, или, в сути, поручили, они стали заниматься расширением торговой сети, по сути, углублением взаимоотношений. Потому что процесс оформления заявки теперь разорван. Нет нужды был его ожидать. Вот. И можно сделать, в принципе, в свободном режиме. Вот. Отлично. Вот. Таким образом, наверное, пора подводить итоги, потому что сегодня всё очень кратенько. Вот. Что дальше? С точки зрения цифрового двойника. Это очень важное, интересное вообще направление деятельности, потому что он уже открыл огромное количество мест для улучшения. Огромное количество, по сути, потерь. Потому что, когда начинаешь настолько детально оцифровывать все процессы и получать данные с каждого участка производства, то многие точки для улучшения становятся очевидны. Раньше их заметить было практически нереально. А также он даёт возможность моделировать. То есть не просто моделировать, а изменять какие-то части производственного процесса, не трогая собственное производство. Это сильно удешевляет этот процесс. Вот. И в перспективе, соответственно, внедрение ещё более автоматизированного контроля качества и усиление, углубление прозрачности процесса производства. С точки зрения маркета мы изначально реализовывали, по сути, локальную задачу. То есть это быстро подключаемое решение для того, чтобы конкретному клиенту собирать заявки. Но мы поняли, что сейчас все, по сути, пользуются стереотипным поведением. Если нужно что-то купить, мы идём на зон Яндекс.Маркет и так дальше. И мы поняли, что в принципе сила как раз в том, что когда есть одно место, в котором есть решение на твои насущные вопросы. И мы решили сделать маркет общедоступной платформой, которая, где поставщики и заказчики смогут, во-первых, находить друг друга очень быстро, быстро устанавливать отношения. И чем больше предприятий будет на этой платформе, по сути, тем более выигрышно, тем более буст получит экономика по сути всей страны и конкретных предприятий. Поэтому скоро у нас будут новые инструменты. То есть планируется запуск B2B-маркетплейса, маркетинговые инструменты, также будут функции аналитики, оптимизация закупок с помощью машинного обучения. Мы над этим уже работаем. Такие вещи довольно сложно внедрять на одном предприятии, особенно если оно небольшое. Ну и там, интернерная площадка и много чего другого. Это знаете о чём? Начали автоматизировать и хотим дальше. И не закончили. Да, но на самом деле это классическая история развития компании, когда появляются возможности. Ты же видишь этот выхлоп, да? Но, конечно, когда появляются какие-то более прикольные, интересные вещи, которые надо делать, но они стоят уже более дорогой доработки. И здесь, конечно, вот эти коллаборации правильные, они в итоге могут принести серьёзный результат. Спасибо большое. Спасибо, что отработали. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok